Проект «Читай быстро» представляет главные книги Колина Кэмпбелла, китайское исследование, результаты самого масштабного исследования связи питания и здоровья, 10 основных фактов, подписка, пожалуйста, незамедлительно и какой-нибудь необидный комментарий. Этот обзор записан при поддержке наших партнеров, семейной экофермы Ростки, полный цикл производства ветграсса, революционного сока из ростков пшеницы, повышение гемоглобина, энергия, снижение холестерина. Ребята проводят много научных исследований и делятся результатами в своем блоге. Подробности по ссылке в описании. Факт номер один. Опасность западной диеты. Жители США болеют сердечно-сосудистыми заболеваниями в 17 раз чаще китайцев. Причиной тому является чрезмерное употребление красного мяса, сахара, переработанного зерна. В крови образуются бляшки, органы меньше снабжаются кислородом. Дорого не значит качественно. Американская медицина славится дороговизной, но удивительный факт. США лидируют в списке из 15 развитых стран по количеству медицинских ошибок. Они находятся на третьем месте среди причин смертности населения после заболеваний сердца и рака. Активаторы рака. Первым делом в организм попадают канцерогены из табачного дыма, выбросов заводов и машин. Вещества не представляют опасности до определенного момента, пока не активизируются гормонами, большее количество которых находится в белках животного происхождения. Уменьшивая употребление мяса, можно значительно снизить риск онкологических болезней. Болезни от изобилия. Проанализировав статистику смертности в Китае, писатели пришли к выводу, что в богатых регионах она выше в сотню раз. К раку сердечно-сосудистым болезням ведет специфическое пищевое поведение. Пятый факт. Коровье молоко снижает иммунитет. Коровье молоко потенциально опасно содержанием белка, похожего на человеческий. Он дестабилизирует иммунную систему. По мнению писателей, богатый кальцием продукт можно заменить растительной пищей, бобами, листовыми овощами. Шестой факт. Растения не хуже мяса. Протеин и продукция животноводства – разные вещи. Мясопродукты содержат всего несколько витаминов А, Д, и В12. Потребность существует только в последнем. Витамин А организм синтезирует самостоятельно из еды, Д – от нахождения на солнце. Растительная еда разгоняет метаболизм. Пища животного происхождения высококалорийная, не вся энергия используется организмом для поддержания жизнедеятельности. Излишки запасаются в виде жировых отложений. Вегетарианцы едят высококалорийную пищу, но не полнеют из-за активного метаболизма. Восьмой факт. Заговор промышленных гигантов. Если это исследование такое крупное и важное, почему его скрывали? По мнению писателей, компании боятся потерять прибыль, если люди вдруг перейдут на полезную пищу и откажутся от полуфабрикатов, газированных напитков и фастфуда. Питание влияет на все сферы жизни. От качества питания зависит физическое здоровье, психологическое состояние, эмоциональная устойчивость. Оно невзаимозаменяемо и не может компенсироваться, например, спортом. Заключительный факт. Рецепт жизни. Перечень опасных хронических заболеваний обширный, а способ предотвращения настолько универсальный, что сложно поверить. Правильное питание способно оградить от массы недугов и дегенеративных состояний. Все это и даже чуть больше в текстовом обзоре книги по ссылке в описании сразу под роликом. Не проходим мимо, незамедлительно подписываемся на колокольчик, слушаемся маму и читаем книгу Колина Кэмпбелла «Китайское исследование. Вместе с читай быстро». Субтитры создавал DimaTorzok